И о ходе расследования еще одного страшного ДТП, в котором погибли красноярки, поговорим сейчас. Напомню, авария случилась в апреле прошлого года на трассе Кемерово-Яшина. Лэнд-Крузер, за рулем которого был экс-глава Кемеровского ГИБДД Юрий Мовшин, протаранил машину, где были четыре женщины. Они погибли на месте. Накануне стало известно, что экспертиза доказала невиновность Мовшина. По мнению стороны пострадавших, дело затягивается, чтобы в итоге бывший глава ГИБДД избежал наказания. С момента аварии было проведено уже несколько экспертиз. Кстати, по результатам первой, которую проводили в Кемеровской лаборатории Министерства юстиции, Юрий Мовшин был признан виновным в ДТП, так как начал обгон на участке со сплошной линией разметки. И сейчас в нашей студии Евгений Пермяков, муж погибшей Светланы Пермяковой, и сын Галины Гавриловой, Семен Гаврилов. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, подробнее о тех экспертизах, которые уже были проведены. Сразу после ДТП было 26-27 числа назначены две экспертизы. Они были к началу мая закончены, естественно, переданы вследствие. Обе экспертизы утверждали, что машины Мовшина не должно было находиться на полосе встречного движения, в месте нанесения сплошной разметки 1-1. Они доказывали вину, правильно, Мовшина? Да, что действия Мовшина являлись причиной и средственной связью случившегося. А по каким причинам была назначена вторая экспертиза? Было ходатайство адвокатов Мовшина, которые хотели отклонить, но по требованию прокуратуры, опять-таки непонятно почему, ведь прокуратура должна вроде как защищать пострадавших, была назначена дополнительная экспертиза в Москве. И вот она как раз признала Мовшина невиновным в ДТП. Через полгода, по результатам экспертизы, было вынесено решение, экспертами заключение, что автомобиль Мовшина находился на полосе встречного движения в месте разметки сплошной обоснованного, и его действия не представляли опасности для остальных участников движения. Хорошо, вот после такого заключения экспертов, Семен, Евгений, что вы предпринимать будете дальше? Ну, для начала мы подали ходатайство о том, чтобы еще раз рассмотрели целесообразность второй экспертизы, потому что все родственники считают, что она вообще не нужна была абсолютно. Также мы хотим все-таки, чтобы дело перевели из Кемеровской области к нам в город, поскольку, ну, грубо говоря, выражаем квоту недоверия тому местному аппарату из-за того, что Мовшин, грубо говоря, там работал. Так, какие же еще шаги? Да, в принципе, все пока. Ну, а вы считаете, у кого-то есть заинтересованность в том, чтобы там оправдать этого человека? Мы не отрицаем такую возможность. Естественно, есть презумпция невиновности, но случившееся, так сказать, наводит на некоторые подозрения. А вот скажите, пожалуйста, еще в начале, вроде бы, вот и по результатам первых экспертиз все было понятно, что, скорее всего, виноват, ну, собственно, человек, который находился за рулем ленд-крузера. А вот сейчас все изменилось. И вот в этом смысле, как вы эту ситуацию оцените? То есть, почему все так случилось? Почему там это еще одна экспертиза потребовалась? Почему-то в последней экспертизе не учтены правила дорожного движения, Венская конвенция и решение Верховного Суда. Позвольте мне его зачитать. По смыслу правил дорожного движения Российской Федерации, по завершении разрешенного вгона, возвращение на ранее занимаемую сторону прежней части должно быть осуществлено водителем транспортного средства до начала разметки 1.1. То есть, до сплошной линии автомобиль Моушена должен был вернуться на свою полосу движения. Понятно. И скажите еще, пожалуйста, последний самый вопрос. Семен и Евгений, все-таки надеетесь на что? Надеетесь на то, что эта ситуация разрешится и какая-то справедливость восторжествует? Ну, все наши родственники, как и в принципе мы, надеемся на то, что справедливость все-таки восторжествует и обвиняемый все-таки станет единственным виновником. Потому что сейчас получается, что, скорее всего, хотят затянуть, чтобы Оленин тоже был как виновный. Спасибо вам за то, что согласились прийти в нашу студию. И мы желаем вам, безусловно, удачи. И до свидания.